Приветствую, товарищи! Не будет это длинное видео, просто захотелось высказаться на такую тему, трогательную, скажем. Знаете, вот измена, да? Есть женщины, которые говорят, ну что такого, я же с ним не спала, да, я тебе не изменяла. Или мужчины, неважно. В принципе, я считаю, что измена не разделяется по гендерным различиям. То есть, если уж человек изменил, то изменил тебе. И неважно, там, мужская измена, там, отличается от женской, всё это бред. Всё в другом. Она говорит, или он, говорит, мы не спали, вот мы просто общались, да? Я считаю, что измена начинается ровно там, когда человек выбирает не вас. Когда начинаются вот эти левые переписки, когда человек просто-напросто выбирает между общением с вами и другой женщиной, или другим человеком, неважно, выбирает другого человека. И вас больше не выбирает. Наверное, тогда начинается измена. Измена — это то, когда скрываются переписки, когда вы начинаете прятать кого-то от своей второй половинки. Вот это уже измена. Всё вот это вот переспал-непереспал — это просто уже долбанная похоть, которые придираются. В принципе, это уже конечная точка. Измена тогда, когда вас не выбрали. Хотя какие бы проблемы у вас не были, что бы у вас в жизни не случалось, вас всегда должны выбирать. Всегда должны выбирать. Вопреки всему. Или просто потому, что вас уже однажды выбрали, и всё. Смысл выбирать ещё раз. Осуждать таких людей я не буду. В своё время я насуждалась. И ничего хорошего не было, в общем-то. Измены мне приносили только боль и разочарование. Поэтому лезть к кому-то и поучать кого-то я не буду. Я просто говорю вам, что если вы понимаете, что человек, который с вами общается с другим человеком и скрывает эту переписку, если у него есть желание контактировать с другим человеком, а не с вами, это измена. Это измена. И не надо прощать, не надо надумывать. Знаете, дальше будет только хуже. Простите, и дальше будет просто печалька. Почему печалька? Потому что, в общем-то, каждый раз будут выбирать не вас. Вместо вас будут выбирать друзей, подруг, мам, пап, детей, кого угодно. То есть даже если кто-то с кем-то не переспал, всё равно. Вы больше не в том положении, когда вы нужны, и вас переживают, вас заботятся и вас боготворят. Вы в положении терпилы, в положении просящего вот этой любви. Если вас устраивает, пожалуйста, живите. Как бы люди разные. Но я думаю, это никому не нужно. Поэтому если такое случилось, уходите. Я не сторонник развала семьи, развала отношений. Но если подобное случается, я думаю, что надо уходить. Поскольку все мы заслуживаем чего-то лучшего, чего-то более прекрасного, нежели терпеть, потакать и надеяться, когда на нас обратят внимание. Как-то так. Права, не права, не знаю. Всем добра, бобра. И до следующего видео. Продолжение следует...